Недавно на Твич был подан иск на 25 миллионов долларов от человека, который страдает тяжелой сексуальной зависимостью. Он верит, что сотни женщин-стримлиш, на которых он подписан, делают его зависимость хуже, и во всем этом виноват Твич. Да, эта история звучит безумно, насколько может это звучать. Итак, приступим. История 25-миллионного иска на Твич из-за сексуальной зависимости. 15 июня человек по имени Эрик Оставило подал иск на Твич суммой 25 миллионов долларов. В Иске говорится, что Эрик Оставило страдает от множества проблем со здоровьем, некоторые из которых ОКР, депрессия и сексуальная зависимость. В Иске дальше рассказывается, цитата, «Из-за этих недугов он сильно полагается на интернет во всех своих развлекательных целях». Конец цитаты. Он судится с Твичом, потому что утверждает, что женщины, которые стримят на Твиче, ухудшают его сексуальную зависимость. Цитата. «Твич чрезвычайно усугубил его состояние, показав много сексуально привлекательных женщин-стриммерs с помощью особенного программирования сетевого кода Твича, что делает практически невозможным листья из-под Твич, не подвигаясь такому сексуально содержательному контенту». Конец цитаты. Если честно, и это и есть в Иске, оставило подписано 786 женщин-стриммерs и 0 мужчин-стриммеров. В Иске не только присутствуют имена 20 популярных стриммерs, таких как Алинити и Покемейн, но и кучу, кучу страниц фотографий этих женщин как доказательства. Читая этот иск и смотря на все эти фотографии, все чувствовалось очень странно, как будто не в своей тарелке. Еще одна вещь, которая оставила, считает, что ухудшает его сексуальную зависимость, факт того, что ты не можешь выбрать стрим по половому признаку. Цитата. «У Исса нет возможности отфильтровать стримы, которые он хотел бы смотреть по полу, мужчина или женщина. Поэтому Истец должен выбирать игру и категорию для просмотра с превью, показывающей этих похабно одетых женщин наряду с мужчинами. Они являются единственными стриминговыми каналами, которыми доступны». Конец цитаты. В реальности вы можете вручную отфильтровать между мужчинами и женщинами стримерами на основе тех, на кого вы подписаны. Но вспомним, по информации из иска, Истовила подписан на 786 женщин стримерш и 0 мужчин. Еще раз, согласно иску, 25 миллионов долларов, которые просят Истовила, разделят между ними и подписчиками Твич Прайма, а оставшиеся деньги уйдут и боготворительные фонды, которые решит суд. Кроме 25 миллионов, Истовила просит Твич пожизненно забанить 20 женщин, которые указаны в иске. Итак, все, что мы обсудили, это только первая половина иска. Во второй половине иска говорится об истории научных исследований, посвященных сексуальной зависимости. И поймите, это реально медицинская проблема, и этот парень заслуживает ту помощь, которая ему необходима. Но обвинять девушек на Твиче, это не лучшее решение проблемы. И если вы сейчас думаете, откуда, черт возьми, это взялось? На самом деле, Истовила известен тем, что подают иногда чересчур преувеличенные иски. Все началось в 2009 году, когда Истовила забанили в PSN за троллинг, когда он играл в онлайн-режиме игры Resistance Fall of Man. И если вы не знали, PSN это онлайн-платформа PlayStation, похожая на Xbox Live. Вот цитата из интервью, которую он дал порталу Engadget, когда он только подал иск. Цитата. Я подал в суд на Sony, потому что когда они забанили меня, они забанили всю мою консоль. Из-за чего 500 долларов на консоль ушли впустую, потому что я не могу выходить в онлайн, что являлось одним из моих способов общения. Поэтому, когда я подал иск на 55 тысяч долларов, это было, что называется, штрафными убытками, где вы пытаетесь наказать компанию. Именно это я и пытался делать, наказать их за то, что они кого-то забанили. После этого он еще раз подал в суд на Sony, плюс на Microsoft и Nintendo за недостатки в разных дизайнах консолей, которые он специально хотел найти. В 2010 году IGN, GameSpot и Kotaku еще множество игровых порталов делали свою работу и написали про иск Эставилла консоли Microsoft, Nintendo и Sony. И ему это совсем не понравилось. После этого он подал еще один огромный иск к 13 различным сайтам, потому что он был разрешен в том, что про него пишут. Эставилла стал настолько извечен, что к нему приклеилась куча прозвищ. Истец ПСНа, серийный заявитель и так далее. Однажды он подал иск на Blizzard, потому что процесс скольбы World of Warcraft был слишком долгим. И он также пытался приплести к этому иску актрису Вайнону Райдер, цитата, «Значение учреждения в надпропасте воржи». Конец цитаты. Вайнона Райдер, надпропасте воржи и World of Warcraft. И вы не удивитесь, если услышите, что все 8 исков либо ли отозваны самим Эставилла, или проигнорированы судом. Претензия на Twitch была подана 15 июня, а добавление к нему подано 19 июня. Что означает, на законодательном уровне должны уже принимать действия. Twitch пока еще не сделал официального заявления, но это только вопрос времени, когда все-таки детали судебного разбирательства станут публичными. И, возможно, этот иск пойдет дальше, чем многие ожидают. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео про Twitch и сексуальную зависимость. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейши на лёдс есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok